Партия номер 22. Белый мегалтараж, черный мезес, Берлин, 1916 год. Получилось с перестановкой ходов французская защита. Д5 кунь С3, ДЕ. Смотрим примечание к третьему ходу в партию номер 19. Конь бьет Е4, конь БД7. Невыгодно сразу конь Ф6 из-за конь Ф6, ферзь Ф6, конь Ф3 с угрозой преследования ферзя путем слона Ж5. Продолжение в партии разработано и неоднократно испробовано Робинштейном. Почему его и называют вариантом Робинштейна французской защиты. Конь Ф3, конь Ф6, слон Д3, слон Е7. В одной из более ранних партий между теми же противниками случилось конь бьет Е4. Слон бьет Е4, конь Ф6 и белые продолжали слон Ж5, слон Е7, слон Ф6 с хорошей игрой у них. Поэтому сначала слон Е7, после черные 2-0, конь бьет Е4, слон бьет Е4, конь Ф6, слон Д3, Б6. Фланговое развитие ферзьевого слона вполне в духе позиции. Но ход Б6 до рокировки серьезная стратегическая ошибка, из-за которой партия черных быстро рушится. То есть сначала надо было в 2-0 пойти, а потом уже вот эти штуки выделывать на ферзьевом фланге. Играть там Б6, вон Б7. А сразу было в 6 ошибка, и Тарош четко показал, почему это ошибка. Конь Е5. Если теперь пойти слон Б7, то белый ходом слон Б5 в шаг, лишая черных рокировки. Закрыться пишут, конечно, нельзя. Шаг. Ну и вот такие вот серьезные проблемы у черных уже. Поэтому сначала 2-0, но тут следует ход конь С6, ферзь Д6. Ну, отошли из-под боя коня, защитили слона Е7. И ферзь Ф3. Слабее, чем сначала конь бьет Е7. Ферзь Е7, и потом ферзь Ф3. Так как черные, отвечая ладья Б8, а дальше слон Б7. Сновальный гой. А сейчас, в данный момент, это невозможно. Поэтому ферзь Ф3. Ладья Б8 сейчас, конечно, ходить не может, потому что там конь бьет. Поэтому слон Д7. Конь бьет Е7. Ферзь бьет Е7. Слон Ж5. Ладья Ц8. И самый эстетичный ход. Черным необходимо было, во что бы то ни стало, избавиться от связки коня Ф6. Давящий на позицию их брокировки. И для этого следовало сыграть А6. То есть, надо было бы попытаться что-то такое. От связки избавиться там. Может быть, даже в Ж5 потом. Хотя это рискованная затея. Ну, а черные пошли. Ладья Ц8. Довольно-таки неэстетичный ход. Ладья Е1. Ладья Е8. Опять. Следовало бы сыграть А6. Следующим ходом белый радикально этому препятствует. Ферзь А3. Теперь уже на А6 последует слон А6. Ферзь А6. И следующим ходом белый пойдет ладья Е3. Ну, и по третьей линии. Ладья будет работать. И тут все очень печально у черных. Черные надеются умилостивить противника жертвы пешки. И пошли Ферзь Д6. Ну, отдают на А7. Взяли-взяли. После. Ферзь бьет А7. Шаг. Король Ф8. Черный король уходит. На спокойную позицию Е7. И у черных появляются даже шансы. Организовать атаку на белого короля. По открытым линиям Ж и ЭН. Вместо этого Тараш. Следующим ходом. Цепка захватывает черного короля в матовую сеть. И он пошел в Ферзь. А6. Не взял на А7, а пошел на А6 именно. Все дело в том, что грозит мат в 4 хода. Вот если сделать. Какой-нибудь вот. А5. Вот такой глупый ход. Просто чтобы показать. Вот такой мат грозит. В 4 хода. Потом черные как бы перегородили слона. Пошли в 5. Но от последовала ладья Е3. Опять с угрозой выйти на Ж3, на А3. Значит мотовать. Черные взяли на Д4. И последний ход в партии. 20-й всего лишь. С3. И черные сдались. На отступление Ферзя следует ладья Ж3 шаг. Вот и все. Вот и вся партия. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует.